Музыка Когда ездишь на концерт, очень важны глаза зрителя, которые ближе, потому что они могут тебя как вдохновить, так и убить, можно даже так сказать. И вот однажды была у подруги, и немножко писали, так, любительски записывали репетицию с ней, она помогает мне играть, а у нее два кота. И вот они оба очень интересные, очень разные. И один пришел, лег, значит, я пою, он лежит, смотрит, слушает, пришел второй. И вот когда он пришел, вот так лег, и вот так вот на меня стал смотреть, я поняла, что я вообще петь не умею, лучше бы я молчала. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Под их струн» и я, ее ведущий, Анатолий Длузский. Как всегда, мы говорим о бардовской авторской песне. Наша программа интерактивна, поэтому вы можете задавать нашим гостям вопросы, делиться своими впечатлениями, высказывать свои мнения, и все комментарии свои оставляйте на сайте 3беларусь.бай. А также присылайте смс-сообщение, мы будем очень рады и ответим на все ваши вопросы. А сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Наталья Никитина. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте! Вы какое-то отношение имеете к Никитиным, которое Сергей и Татьяна, нет? Очень часто спрашивают, нет. Но это закономерно, чтобы зритель не задавал себе вопросы, не думал, это может быть дочка, может быть сестра, нет, да? Никаких связей, никаких. Ну, самое лучшее в этом мире быть самому по себе, да, отвечать за свои все поступки, дела и песни, которые вы сочиняете. Поэтому мы начнем с песни, которую вы бы хотели сейчас для нас петь. Какая у вас песня на душе просится прямо вот сейчас спеть? Что хочется вам? Песня называется «Я хотел тебя... Ты хотел меня видеть в мае». Я хотел тебя видеть в мае. Ты хотел меня видеть в мае Я могла бы прийти и раньше Но пути поросли бурьяном В мае травы растут, как башни Как зеленые войска грозно В кровь кололи одежду, рвали Я могла бы быть осторожной Но успела б тогда едва ли Долг путь и уже в июле Пыля дорожная жгла мне ноги Я все шла, но январь завьюжил Заметая к тебе дороги Я в сугробах рвалась одною Мыслью светлою одержима Я любима одним тобою Я тобою одним любима Ставил снег и пришла распутиться Но ты ждешь меня неутомимо Я месила грязь и проселками Пробивалась к тебе, любимый Снова маи и надежды новые Мне осталось идти немного Знаю, ты не устанешь ждать меня Но станет бороться дорога И в конце ее невероятен Я слаб струной семижильной Я пришла к тебе, я пришла к тебе Наконец я могу быть несильной И позволив себе нетерпение Окунаясь в любимые руки Холода, километры и тернии Я прощу побежденные разлуки Спасибо. Это ваши стихи и музыка? Да. А вы вообще пишите только на свои стихи? Или что-то еще? И музыка? Короче, вы автор и музыки стихов или бывает по-всякому? У меня есть несколько песен на стихи белорусских авторов Ну мы еще споем Это замечательно Это отлично А как вы пришли к гитаре? Вы закончили музыкальную школу по классу фортепиано Да А потом появилась как появилась гитара Как вы пришли к авторской песне? Ну это, наверное, долго я к ней шла Потому что в конце девятого класса Зашла к подружке, к однокласснице Увидела у нее гитару И оказалось, что даже на несколько аккордов Там она не умеет играть И еще мне поставили послушать Теперь я знаю, что это были и Васи Но тогда я не знала, что вообще есть Что такое авторская песня Кто там автор и кто не автор И кто просто так поет И я попросила показать мне эти пару аккордов Вот мне их показали Ну и вот Потом я уговорила маму купить мне гитару Борисовскую Были такие гитары Очень распространенные Очень хорошие гитары были в Советском Союзе Борисовская Замечательная гитара А когда вы начали писать стихи? Ну вот стихи уже были к тому моменту Но это такие были Ну детские, подростковые Проба пера Да, проба пера Вот И когда я научилась играть там эти пять аккордов Я уже стала даже их на музыку класть Но лет десять это все было в пределах Близких, знакомых, друзей Вот в таком кругу Ну сразу Родственникам, друзьям понравилось Как вы это делаете Да? И они вас вдохновили Ну вообще так очень по-разному Вот одна моя знакомая С тех времен у нее осталась тетрадочка В которой она даже записывала мои песни Вот И она ее недавно нашла И говорит, ты знаешь, я вот нашла тетрадку Я вот помню эту песню Она мне так нравится Может ты ее споешь Вот Но была реакция совершенно такая Спокойная, честно говоря Я никогда не думала, что это выйдет где-то на широкие А мне кажется, очень важно иметь вот этого первого зрителя, да? Слушателя, который скажет, да, это здорово Чтобы как-то подстегнуть, поддержать Чтобы ты поверил в себя и пошел дальше Согласна Я про девушку, которая в тетрадке писала ваши песни Наталья, еще песню, пожалуйста Я сшиваю твои письма Твои письма издалека Стою бабочек летучих Я на нитку нанижу Я ловила их всю зиму А теперь сашию получше Чтоб весной не разлетелись По ромашкам на лугу Пам-пам-пам Прам-пам-пам Пара-да-да-да-да-дай-дам-дам Парам-пам-пам Пара-да-да-дай-дам Я сшиваю твои письма И флотилию надежды Возле порта назначенья Я поставлю над реком Я спускаю паруса их Горделиво белоснежно Но зато по океану Их не разбросает шторм Пам-пам-пам-пам-пам Я сшиваю твои письма, им прокалываю брюшки, Ты писал их для того, чтобы я могла летать во сне. Я скупой, упрямый рыцарь, я сложу их под подушку, Пусть нашептывают сказки. По ночам не спящий мне. Пам-пам-брам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-п а это больше чем верить это хорошо очень хорошая песня очень хорошая спасибо любовь остается она есть было и будет всегда потому что все зиждется только на любви очень хорошая песня наталья у нас много вопросов приходит на наш сайт и вот вы должны отвечать на вопросы которые я сейчас буду вам читать они не каверзные нормальные вопросы макеев спрашивает конечно глупо утверждать что авторская песня должна остаться такой же какой была в 50 но все же стихи были на первом месте и там должны оставаться а вот музыка вторично как вы считаете как музыкальный образованный человек можно авторскую песню просто на трех аккордах это все исполнять преподавать всем преподносить преподносить или все-таки должно быть авторская песня она потому авторская да автор вот автор это люди люди все очень разные поэтому она может быть на трех аккордах может быть на 20 аккордах и и может быть на трех гениальнее чем на 20 вполне возможно всякое может быть поэтому я считаю что стихи обязательно должны быть хорошими но хорошие стихи это не обязательно какое-то одно направление да ведь но народные песни это тоже стихи и они тоже прекрасны поэтому и авторская песня может быть самый разный а что главнее стихи или музыка на ваш взгляд но в авторской песне на все-таки стихи наверное да под все таки текст должен быть главе я тоже так думаю хорошо когда это это хорошо у вас наташа и то это хорошо вот спасибо не ожидала не почему для меня совершенно с первых аккордов я понял что все у вас хорошо и здорово а с кем вы работаете какие белорусские авторы вот вы сказали о том что не только на свои стихи но стихи белорусских авторов ну это не так давно получилось года два назад я написала стихи на стихи на ума глипировича из такой белорусский поэт я его доброведаю ну ты взять канавум судовный человек вот и а мужа юн ваш некий родственник нет 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 вы так добро сказали дядька так ласково ласка добро по белорусскому и моя подруга которая в общем-то меня так ну я честно скажу я такой камешек под которой водичка не лежит не течет если не направлять до ленивая вот у меня есть такая подруга которая мне говорит слушай ну ты написала песню давай мы ему покажем вот и мы позвонили пришли показали ему понравилось и он пригласил нас выступить на самом меня выступить на своем творческое вечере и от с тех пор на его творческих встречах он приглашает меня спеть вот эти несколько песен которые есть вельми текава наташа вельми давайте быстрее что прям спеть конечно а вы что не думали не забирали спеть эту песню попробую без этой песни мы вас не отпустим пойти пожалуйста ты пачуешь меня это я легкого облака воплеск на шерстьяне это сердце мое я кваверка что скача по теплой со сне бы ему не скорыться николь марко тебя десь и визне ты пачуешь меня ты пачуешь меня нет ты пачуешь ты пачуешь меня колес страх мой холодным цурком потягше по спине колес драда зненатску глыжом за угла глубине колес кружный вустишь на стане в людской хамане ты уратуешь меня ты уратуешь меня нет ты покинешь меня колесе холодный пяшчет морозом короне колеморок покутную хатину мою за зерне колесе твоя мрой не убачится на воду сне ты покинешь меня нет 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 ты пачуешь меня ты уратуешь меня не покинешь меня не 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 а вот интересно как вы выбрали это стихотворение именно это почему ну мне очень понравилось из всех которые вы читали да вот это но она не одно есть еще песни на на стихе этого поэта и есть песни на стихе еще одной женщины не профессионального поэта но вот в этом именно стихотворение что касается его мне показалось что вот в этих трех вопросах это вообще сущность любви вот на них нужно ответить и от того как отвечает человек ну и ну и это 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 актерская песня вот только что вы делали как не просто так взят вот как авторская песня на трех аккордах я к тому что разнообразие авторской песни чем будет шире тем оно будет лучше Да, согласна с вами? Абсолютно. Давайте, Наташа, еще ответим. Валентин пишет. Начинал заниматься авторской песней в 70-х годах. Все же тогда все честнее было, и границы жанра, хоть размытые, должны быть. А то на фестивалях авторской песни уже и рокеров награждают, и рэперов. Как вы считаете, чистота жанра должна быть? Вот то, что мы о чем говорили, ведь я даже не знал, что будет спрашивать Валентин. Да, мы как-то пришли к этому сами. Вот за вы, за чистоту жанра, или пускай все-таки будет это шире, масштабнее, глобальнее? Я просто не вижу смысла смешивать. Конечно, но не может быть, скажем так, какие-то эталоны, там, Ари Крупп там была, и больше ничего. Ну, уже действительно все развивается, да. И если какие-то элементы там рока входят, тем более, что границы рок и авторской песни, это тоже очень... Размытые. Размытые, да. Возьмите там некоторых, скажем, рок-исполнителей, они поют авторскую песню. Они авторы-исполнители. Да, поэтому, конечно, определенная чистота жанра должна быть в том плане, что это должны быть все-таки стихи, как мы говорили, это должно быть личное отношение, и это должно быть личное исполнение, и, ну, желательно, под, ну, соответствующие инструменты, да. У нас очень мало времени, это вам кажется, вот так мы разговариваем, разговоры-разговоры, а песни должны быть, потому что для зрителя главнее песни, чем наши разговоры. Хорошо. Я спою песню, которая посвящена рождению ребенка, называется «На смотри, родился сын». Ваши стихи, ваша музыка. Да, все, что я буду сегодня петь, вот кроме того, что я говорила Гальперовичу, это моя песня. Я уже понял. Хорошо, согласен, очень рад. Смотри, родился сын, глаза его пока незрячи. Он мал, он слаб, но как же он любим, и каждый вздох его так много значит. Смотри, смотри, пошел, почти что побежал, эй, гроха, постой, пока ты выйдешь в мир большой, Узнай, что хорошо в нем, а что плохо. За мигом, миг, за часом, час, как сердце стук, как быстро полет, Торопит жизнь любой из нас, не путь свой собственный пройдет. За часом, час, за годом, год несет нас времени река, Какой там дальше поворот нам не узнать наверняка, наверняка. Смотри, смотри, влюблен, и мамина ладонь уже не лечит. Какой большой, как быстро вырос он, Ах, пусть она его полюбит крепче. Смотри, родился внук, Как, на кого похож на деда. Он мал, он слаб, смотри, замкнулся круг, И жизнь лекует новую победу. За мигом, миг, за часом, час, как сердце стук, как быстро полет, Торопит жизнь любой из нас, не путь свой собственный пройдет. За часом, час, за годом, год несет нас времени река, Какой там дальше поворот нам не узнать наверняка, наверняка. Философски и глубоко прошли весь путь человека. Ну да. Вы часто об этом задумываетесь? Нет, просто у меня много детей, и когда я на них смотрю... Я хотел спросить, но как-то, думаю, не тактично. Эта вот песня, она была посвящена определенно какому-то вашему ребенку, да, или... Ну, в общем, да. Много детей это сколько? Пятеро. У вас? Да. Такой молодой, такой красивый, пятеро детей, честно это или вы... То есть мама пятерых детей, это обязательно старая и старая, и старая, и какая-то... Нет, Наталья, я не знаю, я преклоняюсь просто, такое... А, ведь я потерял дар речи. Очень здорово, хорошо, и песня такая. Вы им часто поете колыбельные? Ну, это не колыбельные, они просто просят спой, и начинают младше, и там скачут, танцуют как-то под это дело, старшие слушают. Ну, а как жизнь прекрасна, как удивительно, и как, что нас ждет за поворотом, неизвестно. Давайте ответим еще на вопрос. Время так быстротечно. Ирина спрашивает. Как вы считаете, что происходит в песенной поэзии на сегодняшний день? Есть ли у молодежи интерес к поэтическому жанру? Не становится авторская песня элитарной? Есть. Интерес есть. У молодежи? Есть, да. Точно могу сказать, что есть. А она становится более такой массовой, масштабной, или все-таки элитарной какой-то такой кружок, который занимается авторской песней? Ну, я образно. Ну, она всегда была и будет, и есть. Это своя аудитория, точно так же, как у любой другой музыки. Ну, раньше, если брать или Грушинский фестиваль, да, то представляете, сколько там ни на одном фестивале столько народу не бывает на эстрадных каких-то форумах, как вот на авторской, фестивале авторской песни. Мне кажется, просто, наверное, идет возвращение, может быть, что-то переоценка авторской песни, какое-то переоценка, появляется что-то новое, да, которое именно сейчас, это происходит вот сиюминутно, то же самое, как у нас. Появилась программа, появилось очень много авторов. Я поражен, я удивлен, и я радуюсь тому, что у нас в Беларуси действительно много очень хороших, замечательных, талантливых авторов-исполнителей. И вы одна из них, Наташа. Отлично. Давайте песню. Я вас похвалил, а вы мне раз песенку. О, эта женщина прекрасная, Подобно сказочному острову. О, эта женщина нечастая, Бальзаковского возраста. В ней нет ни юности, Капризности, Неравнодушия, преклонности. Она вся создана для близости, Своей величественной скромности. И ручейки ее морщинок всех Стремятся в реку застрадания. За каждым воды ожидания, Разлуки, разочарования, Терпения, терпения И всепрощения. Высокой жертвы веры в лучшие, Она, как солнышко весеннее, Не ждет награды, Пусть заслуженная. Пам-пам, 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 Та-да-да-да-да-да-да-да-да, Та-да-да-да, Ла-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. О, эта женщина чудесная, История без окончания, Как чудный край в плену безвестности Открытие ждет остров и признание О, капитан, как одинок твой путь Спаси себя, не обмени его На чудном острове ты гостем будь И ни за что не убусти ее Спасибо. Это вы посвятили эту песню подруге той, которая... Которая меня организует и вдохновляет Я думаю, что, наверное, первый раз такое Когда женщина посвящает женщине И такие хорошие, хороший текст, хорошая песня Вы знаете, просто на моем пути, наверное, встречается очень много прекрасных женщин Таких удивительных, которые в сложных каких-то обстоятельствах проявляют самые замечательные качества Поэтому у меня даже есть еще одна песня Давайте... Вы хотите еще спеть? Если вы хотите еще слушать Нет, давайте, знаете, что сделаем? Потому что время очень быстро... Обязательно вы споете, да? Нет, давайте споем Спойте еще, пожалуйста Это песня на белорусской мове Я написала ее сама Она посвящена замечательному человеку Женщине, которая... Она старше меня гораздо И она автор некоторых стихов для моих песен Сирочи ложек Коудра в спелых ружах Женщина укреслет Кропелькой живицы В очимах ветками Змагается со стюжей Перемогчим Цена завжды Скорится Само-то Нитка сребная Да что там Непотребная Надея Сердцу не мани Завея Шлях не замети Зимовый ранок В окнах тихо льется Убок штурхая Спрал, что демных кола От кульжа Стольки Теплыни у сердца Из кульжа Фарбы Лета Что трымцать На уколом Само-то Нитка сребная Пешчота Непотребная Надея Не покинь Меня Завея Шлях Незаметел Само-то Дякуй Вельми добра А это Ваша стихи Музыка А кому посвящена Замечательная Женщина Галине Балаховской Она Пишет для вас Она пишет Стихи Я с ней Дружу И Иногда Прошу У нее Дать Что-нибудь А вы Участвуете В фестивалях Ну как-то Был такой Период Когда довольно Часто Была на фестивалях Это было Когда я только Пришла в клуб авторской песни Эскиз 96-й год 97-98 До 99-го В общем-то Были лауреатства Приглашали в качестве гостя Жюри А потом Ну это так плавно сошло на нет С рождением Вот той самой По поводу которой написана песня Была И Ну Немножко поменялись приоритеты И больше времени Стало требовать семья А я заметил У нас женщины Которые принимали участие Да Автор-исполнитель У них много детей Мне кажется Кажется Что авторская песня Она как-то способствует К тому Чтобы Наверное Мужья Больше любят Да Когда вот Берет гитару Гитара же вообще Магия Берет гитару Сыграла женщина И все И муж растаял Здоровье прибавляет Тоже Авторская песня Конечно Вот видите Как хорошо Как хорошо Когда ты можешь То что у тебя там Копится Копится Выплеснул Вздохнул И пошел дальше Вот А когда человек Не может этого сделать Там может Такие тучи собираться Да А какие у вас Может истории Связанные С авторской песней С концертами С поездками Это если так Сразу Опа Она всплыла Тогда да Если нет Это не обязательно Наталья Жалко Очень Закончилось Время Да Заканчивается Вернее Я хотел попросить Вам Чтобы вы Что-то пожелали Любителям Авторской песни Вот И потом Я спою Для вас Песню Для наших Телезрителей Я бы Я хотела пожелать Чтобы Была Возможность Слушать Авторскую песню Живьем Чтобы Была Возможность Чтобы Были Организованы Концерты Чтобы на эти Концерты Можно было Попасть Чтобы они Освещались Хорошо Чтобы Это было Ну По карману Скажем так Не бесплатно Но по карману Можно и бесплатно Это уже зависит От того У кого Что Если у меня Например Хобби То мои концерты Бесплатные Если человек Серьезно этим занимается Ему жить надо Что-то Это понятно Но я бы Именно Живых концертов Побольше Желала бы Спасибо Очень хорошее пожелание Наталья Я всегда в конце Нашей программы Для нашего гостя Для наших телезрителей Пою песню У меня сегодня Не возникало Даже вопроса Какую песню Спеть для вас Потому что у нас У меня есть песня Которая называется Натали Правда Эту песню Вы слышали ее Да Мне очень приятно Когда вы сказали Что вы слышали Там правда Она в оркестровке Там много Аккордеон Скрипки Вот такое все Масштабное Я постараюсь Спеть для вас Сегодня Под одну Гитару Песня Натали Мы с вами Как будто Песня 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 О Натали О Натали И ваша случайная речь Поверьте Совсем не нужны Глаза ваши Волосы Руки До боли Знакомы Давно Меня согревали В разлуке Нам это Понять О Натали О Натали О Натали О Натали Никуда нам не деться От этой любви Спасибо Правда Страсть Перехлестывала Потому что Действительно Хотелось На колено Встать И оркестр За собой Чувствует Вы чувствовали Это все Оркестр там Рвался Да Оркестр Рвался Ну извините Как получилось Потому что Ну вот Я хотел Очень сегодня Для вас Спеть эту песню Интересно Что же там На французском На французском Когда я Там Речитатив шел Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис А дальше было о том Что идет дождь Идет снег Все равно Я приду к тебе Потому что Я настолько люблю тебя Что для меня Нет никаких преград В этой жизни Вы сами написали Да Отлично Наташа Спасибо большое Что вы сегодня У нас были в гостях Очень теплая Добрая Хорошая Нежная Трепетная Встреча Хорошая Замечательная Песня Поэтому Здоровья Вам Счастья Чтобы ваши дети Были Росли здоровы Счастливы Чтобы они шли По вашим тропам Потому что Очень хорошо Вы все это делаете И мы будем рады Всегда вас видеть В нашей программе Спасибо большое Спасибо Дорогие друзья У нас в гостях Была красивейшая женщина Автор-исполнитель Мать пятерых детей Наталья Никитина Спасибо вам еще раз И большое Большое спасибо вам Еще раз Спасибо Дорогие друзья Это была передача Под их струн Я ее ведущий Анатолий Длузский Заходите на наш сайт Предлагайте авторов Исполнителей Которых вы бы хотели Видеть в нашей программе Счастья Вам Здоровья Любви И всего самого Самого Хорошего Будьте здоровы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да, заходите governor Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...